добрый день друзья добрый день и у нас сегодня очередной выпуск друкарни инфодайинга и мы будем говорить о парадоксальном восприятии это наша новая книга она уже завершена вычитывается и уходит в коррекцию так что я думаю в течение ближайших двух месяцев и он также можно будет купить она выйдет малым тиражом мы договорились что она выйдет малым тиражом потому что книга сама по себе сложная сложная к восприятию и подготовиться ее читать вот для того чтобы просто дойти и воспринимать нормальную информацию написанную в ней все-таки придется прочесть все остальные пройти путь да вот это это путь на самом деле наш путь и заканчивается книга мы возьмем просто сегодня последнюю главу в чем она заканчивается заканчивается она целостным восприятием и раскладыванием работы разума и вообще всей системы всей игры зачем мы пришли в жизнь в какую игру мы играем и как идут все процессы откуда берется автоматизм предусмотрена ли в психике смерть и если вообще там смерти что это такое инкарнационный цикл что это зачем он вводился и так далее так далее так далее и вот моменты связаны со смертью с перезагрузкой информации вот как раз то в этой книге в конце раскрыты полностью убирается такой момент который связан с наличием двойных определений например в экстрасенсорике в психологии или в экстрасенсорике в науке и мы понимаем что иногда хочется где-то называть сознание где-то высшее я где-то сверх я где-то еще какое-то я вот все эти определения приведены в норму так как они воспринимаются в гармонии нашим подсознанием вот в этих глубинах из парадоксального восприятия когда мир целостен и в то же самое время игра уже существует вот это парадоксальное восприятие и сегодня в разговоре я бы хотела просто с тобой поговорить на тему смерти а есть ли она смерть но как мы уже знаем ее на самом деле нет это ошибка это вирус это вирусная программа это вирусное программное обеспечение установлено на бесконечно работающий компьютер для того чтобы обеспечить работу автоматических программ и автоматизма в человеке да именно так и мы уже это говорим открыто потому что мы это знаем мы пришли к этому мы его идентифицировали это программное обеспечение разложили как работает моменты когда включается автоматизм в человеке когда его сознание его разум точнее в данном случае выключен он спит а работает вместо него ограниченная программа ума и программа ума создает иллюзию объективной реальности она для этого и выделена иначе бы игра не было бы интересной но когда теряется разум слишком глубоко засыпает и теряется связь с ним программа ума засоряет очень сильно компьютер который находится в нашем физическом теле и для того чтобы хоть как-то установить связь с разумом сбросить накопившийся мусор и опыт который не осознан система запускает перезагрузку перезагрузку физического тела смела смена тела но в этот момент происходит следующая ошибка и эта ошибка привела к тому что у человека появилось вообще понятие рода и понятие кармы то есть родовых программ в отработку кармических программ в отработку и это по сути дела то собой как которую человек берет с собой не завершив какой-то опыт в этой жизни вот например в его жизни случилось там какое-то событие например военные действия он попал в какой-то конфликт и было очень много злости агрессии обиды он настолько глубоко был вовлечен в игру которую он считал объективно существующей он уверен его муж ум активно втянул в этот вот процесс что он очень много принял информации и не осознал это начало разрушать его физическое тело но сознание не наступили потому что связь с разумом разорвана и таким образом психика принимает решение отсрочить его уход его болезнь чтобы он мог еще поиграть и часть информации складирует отсроченный опыт получается складирует за счет эмоций наши эмоции создают отложенную картину реальности замечу через высшее я вот этот процесс мы сегодня будем разбирать на лекции как это происходит подробно вообще как работает высшее я как она связана с эмоциями получается отцу отложенная во времени картина и человек волочет с собой собой очку дальше а потом дальше распределяется информация что пойдет в первую очередь к проживанию во вторую в третью в десятую а что мы отложим на следующую жизнь как личинки блин откладывать да но все это уже в автоматическом режиме на самом деле это уже идет все в автоматическом это вообще система похоже как знаете вот сижу думаю по образу и подобию наркоза разум в наркозе заснувший да и вот у него человек каждый человек умирая перед смертью он на самом деле он просыпается он предстает перед собой и в нем включается разум но это закончится до смерти да но это настолько малой малый промежуток когда человек просто в человеке просыпается его разум человек встречается сам собой что у человека происходит такой своеобразный шок так вот смотрите представьте человек на в наркозе допустим да и делается операция чтобы было понятно и вот уже человек еще операция не закончена а человек уже просыпается вот он раз просыпается как открыл глаза да им поверь и ему 1 постановка поставляют еще наркоз он опять снова и пошел вот это очень похоже на самом деле как происходит сон 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 разум спит удерживание в наркозе а работает автоматический сценарий и вот сейчас очень интересный промежуток времени не просто так эти знания открываются потому что либо будет перезагрузка осознанной либо осознанно либо автоматическая либо автоматом а проснуться разуму можно только в жизни только во время жизни потому что за миг до смерти за полчасика это уже сделать него дни реально тогда есть только боль сожаления об упущенном времени упущенных возможностях на самом деле вот этот механизм и полностью подробно разложили расписали обосновали из него абсолютно очевидно вытекают зачем мы живем какие наши задачи в этой жизни как работает разум почему человек совершает нелогичные поступки почему человек зачастую творит ну глупости вообще зачем у него работает автоматический режим выброса эмоций когда вдруг возникает такая дура и вся такая эмоциональная эмоциональная выкинула опять-таки становится очевидно почему мужчины умирают раньше женщин и вы знаете если рассматривать вот когда уже это осознаешь становится очевидным например такие болезни как паркинсон и альцгеймер как они приходят особенно к мужчинам и какую роль они играют в их психике и как они заставляют их осознаваться какую роль в этом играют женщины которые рядом с ними или наоборот лучше сказать партнер партнерша да какую роль играет партнер при развитии такого заболевания это все настолько связанные вещи вот книга парадоксальное восприятие она как учебник по психотерапии который открывает глаза на подоснову многих болезней и знаете она открывает глаза не только на это она открывает глаза на лекарства вот мы когда читаем на лекарствах то вот лекарство но помогает от того и того побочные эффекты и дальше зачастую список побочных эффектов больше чем список от того чего оно помогает но мы как правило не обращаем на это внимание вцепливаемся в то что он помогает нам а то что он портит это уже мне не смотрим на это редко так вот вы знаете когда мы вмешиваемся с помощью медицины в психические процессы не учитывая их например ой спасите помогите и бежит человек врачу и врач обязан его спасать помогать там и так далее и он не учитывая те процессы которые идут психики на под от него вмешательства как от лекарства по подобию идут тоже побочные эффекты одно лечит другое калечит тут человек сломал там мизинец и ему надо было осознать одно вместо это он получает хроническое заболевание после того как он не осознал своевременно и конечно эти заболевания не связаны а на самом деле это побочный эффект следующее заболевание то побочный эффект от того что ты просто не осознал зачем тебе был нужен этот сломанный мизинец и не остановился не сказал себе стоп и не проснулся разум не включился поэтому вот все эти моменты когда осознаются в едином целостном восприятии это производит эффект взорвавшиеся бомбы просто выносит мозг и понимаешь насколько гармоничен мир насколько целостен мир насколько здесь все продумано до мелочей и при этом ключом является то чтобы человек проснулся и включил разум чтобы свой мозг начал использовать не на 5 процентов а на 100 и это казалось бы очевидно да и это и есть на самом деле вот на самом деле сейчас на данный момент это проснуться разум должен проснуться это суть цель уже мы видим что происходит в мире уже все скелеты повываливались со шкафов уже очевидно ху и осталось это осознать а вот как осознать вот как осознать и включить разум это же целый процесс запустить в психике это огромный процесс это информационный процесс это процесс которым выходом с которого будут оздоровление омоложение выключение программ старения их просто невозможно их они невозможно самом деле а они лишние это вирус когда включается разум эти программы программы отходят на заднюю бессмысленные они бессмыслены как включить разум как осознать вот это вот это большой путь вот для этого надо читать книги вот для этого надо проделать кусок работы для этого надо удалить все что мешает что нас усыпляет а это злость а почему злость она связана со всеми абсолютно эмоциональными состояниями потому что она является обратной стороной силы разума как бы это парадоксально не звучали не звучало и не осознав злость ничего не будет ты не проснешься и разум не включится пока в тебе есть злость в тебе нет разума и в то же самое время удали злость удали свою силу будешь слабым у тебя не будет ресурса это конец это проигрыш в этой игре только осознать только осознав а как осознать вот человек а как мне осознать я вот осознал что она у меня есть нет пока ты понял пока ты в уме я понял а вот осознать вот эти процессы они они удивительные они происходят как бы независимо от человека это как сны вы сните вы ими не управляете кажется но именно вы ими управляете и поэтому вот эти процессы они очень хорошо запускаются под наши книги под все остальные потому что в парадоксальном восприятии просто все собирается целостно и наводится порядок во всех тех знаниях которые подняты из глубин и выведены сейчас по сути дела мы открыли ящик пандоры на открыли говорим смотрите вот это оно и есть и при этом мы уже начали писать следующую книгу которая тоже интересно иллюзионист практика вы знаете это учебник будет который в дальнейшем будет перевран и ляжет в основу черной белой магии дубль 2 это то как человек создает иллюзии в том числе иллюзию смерти и зачем это создается и как человек может управлять другими людьми через иллюзии но это длинный путь через себя короче быстрее интереснее результативнее но больнее и человек выбирает обходные пути через манипуляции и так далее на чтобы уйти от этой боли и это причем в нем работает автомат на самом деле который уводит его автоматическая его реакция автоматическая потому что боль да вот казалось бы мы уже знаем что боль будет от ожога и мы одергиваем руку вот так же здесь тоже самое включение сразу уйти от себя там больно не хочу как только чувство более сразу пошел а на самом деле это очень интересно когда ты ныряешь туда да это самое интересное в мире что что только есть это ты сам ты сам твоя психика это твои психические способности возможности и так далее это невероятно и на этом пути встречаешь безумное количество подмен очень много разложено в книга где и как идут подмены вот банальный пример еду сегодня машине идет такая какая-то ерунда по радио и там человек рассказывает вот конкурсанток сравнивали моделей одни были с косметикой другие были без косметики и вот там в одних изучали их психоэмоциональное состояние трали вали и вот вот те которые были с косметикой у красивых женщин там то-то а у некрасивых то-то то есть без косметики и некрасивые поставили знак равно равно и человек слушает и у него уже автоматически возникает желание бежать покупать эту косметику да почему потому что уже он некрасивый априори причем это же не прозвучало это завуалированная манипуляция сознанием да и таких вот примеров их просто бесконечное множество и когда смотришь на этот трэш слушаешь этот трэш понимаешь а вот кому ты врешь вот ты же сейчас манипулировал человеком в чей колодец наплевал сам себя увел сам себя собачку уже приготовил какую иллюзию то больше теперь отрабатывать за манипуляцией вот эти моменты неискренности лжи и так далее они вот в парадоксальном восприятии не просто вот так смотришь на них и понимаешь ребята либо вы просыпаетесь либо вы тянете свои рюкзаки с кармой родом дальше а еще такая интересная штука породу вылазит сколько обрядов существует когда водят хороводы молятся роду призывают силу урода и за собой выстраивают целых целую цепь предков и говорят сила рода мощь рода и так далее ребята вы будете в шоке когда прочитав увидите что такое сила рода это самое страшное что вы можете только себе в кошмар нам для вас это будет очевидно да поверьте вот просто прочитав для вас будет это очевидно то есть везде есть логика везде есть здравый абсолютно здравый подход разрисованы расписаны из того как работает психика просто как она работает и я думаю что потом вы будете бежать от этих ритуалов с равноденствия и так далее как черт от ладана то есть но до этого надо дойти осознать просто как это все работает но это это офигенный механизм он очень красивый он очень гармоничный он целостный и тогда становятся очевидными ответы на многие вопросы вот мы например сегодня тоже как каждый понедельник с 18 часов ведем такие стримы где отвечаем на ваши вопросы да первую очередь там те которые приходят как благодарности во вторую очередь все что есть на ютубе на канале на нашем ведем вопросы ответы так вот когда мы отвечаем на вопросы мы же не знаем даже человека там стоит просто какой-то ник за которым можешь даже не знать мужчина или женщина и потом мы получаем обратную связь как вы могли откуда вы это знаете там и так далее так глубоко на самом деле так и так далее но мы же там говорим казалось бы общие вещи просто настраиваясь и чувство человека даже не погружаясь и раскладываю а это очевидно потому что мы знаем как работает этот механизм просто если ваш поезд едет на владивосток кто ты знаешь по каким городам он проедет где у него остановка что такое очевидно это прозрачно это прозрачно просто видишь но видишь когда ты берешь просто видишь человек сейчас придумает видение будет вот она видать и кстати вот она появлялась и не да вот она искажение искажение человек ждет этот заляпыш экстрасенсорный вместо того чтобы просто чисто видеть информацию вот это же очевидно твои очи видят вот она она подсвечена потому что иначе быть не может это о мудрости на самом деле это разуме на самом деле то есть и вот эти все подмены они просто послетают экстрасенсорные вот на раз-два-три но опять-таки человеку перейти к парадоксальному восприятию мы понимаем крайне сложно это не один год тренировок мы тоже не за один день пришли мы три года только плотно сидели вот каждый день и работали с людьми но это возможно здесь ключ перейти из объективного восприятия в субъективное и вот этот переход дается крайне сложно поэт потому что это взятие на себя ответственности не только за себя и свою жизнь за весь мир который ты создал который тебя окружает за всю информацию которая влетает в твою голову потому что она изначально создана в твоей голове и это невероятно сложно еще из другой сложности самой страшной сложности есть то что люди которые интересуются вот тем же самым инфодайвингом у них за спиной есть какие-то психологические или эзотерические школы и вот приходят именитые мастера у которых есть куча сертификатов и дипломов там магистр того-то главный космоэнергет там супер известный шаман вот там левица волчица еще кто-то придонья еще откуда-то ну кто себе какую не назначит роль да и вот приходит вот этот человек и как ему проститься с этими всеми сертификатами и теми знаниями которые он получал под бубны и под инициации под какие-то песнопения и так далее ну человеку это тяжело он же во первых жадность работает элементарная он заплатил за это денег как он с этим всем может проснуться это же все нажито непосильным трудом три телевизора поэтому это надо приспособить а это надо как-то приспособить поэтому он пытается это приспособить к инфодайвингу а у него не получается и тогда нет стыковочек так мы это видим в инстаграме когда уже видишь там какой-то очередной экстрасенс выступает и пытается туда вставлять инфодайвинг частями а он не лези понимаете потому что инфодайвинг это про искренность и открытость а здесь идет манипуляция попытка соединить то что ты купил но не можешь выкинуть это как знаете как реставрировать порванный чемодан старый не нужно без ручки и отказаться жалко и бросить тошно да и вот человек человек волочет эти знания более того когда эти знания еще хаотично это одно дело чемодан везешь и все вещи собраны в чемодане и ты просто бросил все а есть же когда этими вещами усеяна целая поляна и тебе у тебя нет чемодана куда погрузить то что надо выкинуть в мусор и вот вот это получается сложный момент когда человек ой так нет вот это наверное мне еще кофточка пригодится ой мне еще вот это вот практика сгодится а здесь я еще манипуляции поделаю с телом я может быть на них еще заработаю а здесь я может быть еще курсы пройду по инвестированию а здесь еще или еще тоже а здесь ой а здесь это как вот где-то там этой практике ну вот одинаково абсолютно да я всю жизнь так медитировала да 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 а почему тогда нет такого результата ты стала чистой ты честно стала чистой смотри себе в глаза и скажи что ты честно да о том ли идет речь или не о том или ты пытаешься сейчас в это зеркало весь свой чемодан прилепить чтобы не проститься со старыми дипломами сертификатами но для того чтобы с ними проститься на самом деле надо привести навести порядок на полках то есть пока они хаотичные вы боитесь что вы с ними выбросите что-то нужное в них надо навести порядок вот для этого у нас есть такой курс он за много лет рожден он называется экстрасенсорика и развитие сверхчувственного восприятия он у нас в записи его уже повторить невозможно потому что это объективное восприятие но наводит порядок психотехниках объективного восприятия и становится очевидно что это как это работает вот этот курс у нас будет запущен в эти выходные он будет идти с утра до вечера два дня по восемь часов суббота воскресенье он будет идти в записи и воскресенье вечером мы ответим на ваши вопросы после того как он закончится для всех участников будет в подарок книга управления восприятием вот эта вот книга она вам поможет вот воспринять всю систему целостно и после этого для себя осознанно решить на самом деле это решение ваше внутри будет вы двигаетесь в инфодайвинг или вы играетесь дальше в объективном восприятии потому что это например целесообразно экономически но это решение на самом деле это решение но важно у человека потому что человек например находится на пороге ему жить надо он понимает что у него там могут возникнуть финансовые трудности и так далее но вы тогда честно примите решение и честно скажете себе я остаюсь в этих практиках я осознаю и дальше у вас начнется процесс работы с ложью и это великолепный процесс потому что в какой-то момент вы все равно придете в инфодайвинг субъективное восприятие но это уже будет через осознанную проработку уже вот как-то так то есть у нас нету такого что мы вот рубим с горяча и говорим там хорошо там плохо нет в этом мире особенно в парадоксальном восприятии полная гармония какая у нас самая большая сложность вот из парадоксального восприятия при работе с людьми наверное увидеть дисгармонию и вообще решиться на помощь человеку она не нужна да наверное да наверное в этом дисгармония даже болезнь вот смотришь на человека ему дается болезнь а ты понимаешь что этого блага она настолько ему нужна вы скажи человеку вот так что она тебе нужна человека начинается внутри шок как же я хочу с ней проститься но слушай если ты с ней простишься у тебя идет такой лайт вариант если ты простишься и не изменишься то у тебя будет гораздо худший вариант зачем тебе а человеку и спасите помогите нет либо давай тогда осознаваться чтобы либо эта болезнь абсолютно гармонично вписывается в того какой то есть сейчас то есть в идеальная картинка у вас нету диспропорции у вас нету дисгармонии ничего и поэтому вот увидеть вот этот момент с чего вообще потянуть раскрутку болезни как заставить человека меняться люди ждут как у врача помощи сделайте за меня уберите у меня это да и дайте здоровье дайте взамен здоровья на самом деле когда убираешься сюда надо осознание человек должен осознать иначе получится система рвется не выдерживает сам человек если ты у него убираешь просто здесь осознавать надо здесь двигаться здесь надо самому двигаться и тогда вся медицина обеспечивает психике побочный эффект да как эти препараты которыми она лечит поэтому она не вылечивает заболеваний она облегчает одно и усугубляет другое устраивая другую цепочку я бы так сказала цепочка по которой человек даже не замечает как уходит в это в эту знаете как назвать параллель можно так пример параллель но это на самом деле запуск вируса старения и смерти все на автоматическое автоматическом режиме потому что нет осознание нету нету глубинных осознаний нету связи с разумом не достигается цель игры игра должна всегда достигать цель иначе она перестает быть интересной то есть все настолько гармонично настолько красиво и вот действительно я перечитываю сейчас вычитываю книгу парадоксальное восприятие я я впервые получаю удовольствие от самой книги сполна она настолько сложна просто невероятно сложно что я сама получаю от нее удовольствие то есть это первая сложная книга за все время но после нее книга инфодайм подсознание становится классной до сначала когда читаешь вторую книгу то тут конечно первую прочел она легко проходит она черная останавливаешься очень хорошо она кажется такая сложная очень но после парадоксального восприятия это книг на нас перечитать она становится кладезем знаний она становится той знаете пробкой которую осилив ну осилив которую ты осознал и дальше у тебя просто пошел уже все прорыв и вот кстати парадоксальное восприятие книга вот она четко показывает что книга инфодайвинг подсознание написано удивительно преждевременно и нет объяснений как можно было написать такую книгу по сложности и по сложности психотехнической базы когда у тебя не было тех знаний которые есть парадоксальном восприятии то есть вот он парадокс знаний не было а книга написано раньше времени и она по парадоксу она не воспринимается потому что она тоже сложная она кажется черта чертовщиной муть и еще чем-то но после парадоксального восприятия ты просто офигеваешь как раньше времени она была написана как вообще такое мозг мог выдать по парадоксу но это случилось и просто это приводит в восторг я тоже сейчас вычитывая парадоксальное восприятие вот читая но я еще недалеко по ней прохожу и я вспоминаю наш весь этот путь но я в шоке от того что ты я читаю эту книгу парадоксальная да я вспоминаю наш путь но при этом заново открывается еще тут каждое слово глубина с огромным объемом информации каждое слово каждая фра слова объем информации а фраза она еще дает еще больше информацию и просто тебя подхватывает этот поток несет 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 и уже некоторые вещи уже даже забыл но сейчас когда читаешь вспоминаешь это и все заново опять проживать это настолько книга удивительная сколько в ней у нас страниц около трех садоксальное восприятие около 300 около 300 это страница около трех сок трехсот а информация там на тома просто на тома кстати она папа по объему получается чуть больше всех остальных чуть больше да и там в конце нету там отзывов там вот этого то что мы вынуждены были в предыдущих книгах показывать результаты работы и через эти как свидетельство в библии точно ржачка здесь здесь парадоксальное восприятие заканчивается очень интересной штукой вот именно сведением все в точку момент запуска и да да полное сведение в точку и у тебя ясность сознания и ты понимаешь как эта игра строится сколько и как можно в нее играть осознанно какие она дает бонусы и так далее то же самое вот книга да то же самое когда человек перед смертью предстает перед собой вот нечто подобное дает эта книга и очень сильно разгружает от информационного мусора кстати сегодня читала человек прислал после последнего курса болезнь выключилась просто так раз и выключил просто взяла и выключил нормально вот точно также кстати скажу очень много есть случаев когда онкология казалось бы у человека уже все смертельная стадия да а человек раз и просто отчего об этом вот прочитав парадоксальное можно понять вот так как человек видимо осознал и не нужна больше болезнь да она тогда не нужен побочный эффект от чего-то другого тогда смысл теряется в заболевании ты просто исцеляешься мгновение тогда так а если ты не осознаешь и волочешь вот этот вот рюкзак за собой как нагружая нагружая ну ты болеешь еще больше и тебя зажимает все больше больше разум говорит ну в конце концов ну проснись он уже кинь ты эту тележку что ты с собой волочешь человек нет это все нажито непосильным трудом это все мои собоечки не мне пригодятся вот она жадность 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 до всего и до информации тоже говорит да это он говорит когда разума нет вот поэтому вот вот эти все вещи мы описываем наших книгах и совсем скоро парадоксальное восприятие появится у нас я думаю что где-то концу июня она уже будет должна быть уже да уже будет в июне она уже будет на предзаказе по любому вопрос вот сейчас только коррекции верстки и у нас связь с нами остается всегда активной вы можете любую книгу приобретать в нашем магазине магазин shop.subretion.com это наш магазин где продаются наши книги больше нигде ни в одном городе купить наши книги невозможно ни в одном магазине невозможно только интернет магазин наш и есть наше представительство на амазоне там можно купить и на английском языке все больше на мы не представлены нигде и если речь идет о покупке в нашем магазине то мы полностью зависим от того что происходит сейчас со свифтом с банковской системы и так далее и как правило мы предупреждаем ребята вот сегодня у нас отключают платежи вот на четыре дня их удивительным образом отключили потому что не выработана валютная политика в банковском процессинговом центре вот поэтому платежи свыше 100 рублей не проходят поэтому просили всех сделать платежи 30 числа ну кто не успел я думаю что вы сможете повторить их начиная с 3 мая и дальше все все начнет работать ну не может же государство терять деньги но все равно что-то сделает вот ну и наши программисты тоже работают над тем чтобы платежи проходили пускай малыми суммами но проходили мы стараемся чтобы все работало поэтому просто если вдруг у вас что-то не получается вы тогда пишите нам напрямую в техподдержку этих поддержка вам скажет что и как делать может быть там на день позже сдвинуться каждый раз мы находим выход пока вот идет эта проблема между россией и украиной пока идут у них там боевые действия мы находясь в беларуси вынуждены смотреть на это все и учитывать и ждать когда в беларуси будет все-таки офшорная территория когда наша банковская система заработает здесь как в офшоре независимо дабы не терять финансы нашего государства и дабы здесь был рассвет мы ждем пробуждение и здесь просыпания до вами вот а для этого нужен будет переход немножко в другой экономической модели поэтому по всем вопросам у нас работает техподдержка более того на платформе subretion.com subretion.com наша платформа заработали благодарности мы все-таки начинаем приучать общество благодарить не донаты пожертвуйте нам пожалуйста нет никаких пожертвований есть понятие благодарность если вам есть за что нас поблагодарить поблагодарите не за что не благодарите и это правильный подход это ваш выбор и это ваш выбор и я бы вообще на уровне государства налоги заменила на благодарности хорошо работает система ее благодарят плохо работает не благодарят вот коммунальные службы сейчас великолепно работает хочешь поблагодарить поблагодарить должна быть возможность или там медицина хорошо работает поблагодарить должна быть возможность то есть вот эта система благодарности это альтернатива налогообложению, и мы ее видим, что она очень эффективная альтернатива. Она самая эффективная. Она самая эффективная в развитом обществе, в развитом. А разуму, он же стремится к развитию. Поэтому мы за то, чтобы это развитие шло. Тогда не нужна будет перезагрузка. Это вообще глобальное спасение человечества. Мало того, что в развитом обществе, так оно еще и дает развитие именно этой системы благодарности. Развитие сознания, развитие осознанности. Включение разума в тех моментах, когда программа ума уже заигрывается и уводит человека в какие-то дебри, и он свершает глупости. Поэтому у нас мы сразу начинаем с себя, и мы все прорабатываем и на своей платформе. И к нам сейчас на платформу можно добавляться как партнер. В первую очередь мы, конечно, приглашаем белорусов на партнерские программы. Во вторую россиян, а потом уже дальше. Почему именно такое разделение? Не потому, что мы делим национальности. Потому что мы ждем, когда заработает нормальная платежная система у нас, как в офшоре, чтобы принимать действительно финансы с разных стран. И это будет. Сейчас мы можем принимать, а еще же надо отправлять, если вы становитесь нашими партнерами. Вот во второй части сейчас пока есть сложность. Ее нету с россиянами и белорусами, поэтому мы вам предлагаем уже партнерские программы. Заходите, знакомьтесь, подключайтесь. И я думаю, что вам понравится работать с нами. Спасибо, друзья, что сегодня были с нами. До встречи сегодня в 18 часов на вопросе и ответе с нами и в 20 часов на погружении «Высшее Я». По сути дела, это осознанное... Не на погружении, на лекции. На лекции. Это осознанный разбор, как формируется ваша реальность в «Высшем Я». Почему те или иные декорации вы видите, именно такие, а не другие. Вот вы хотите белое, а оно получается зеленое. Вот это все про «Высшее Я». Сегодня мы об этом будем говорить. Подключайтесь. Продолжение следует...